Здравствуйте, дорогие друзья! Вы попали на канал модной истории с Натальей Ксенчак, где узнаете большое количество интересной информации, связанной с миром моды. Например, как нацисты повлияли на моду, что означает одежда в дьявол носит Прада, почему в моде сандалии с носками и многое другое. Каждый год 1956 года вся Европа следит за главным песенным конкурсом – Евровидением. И каждый год участники делают все возможное, чтобы обратить на себя внимание еще задолго до конкурса. Свои выступления и клипы, которые зрители могут увидеть в интернете, многие конкурсанты тщательно продумывают и, конечно, стараются удивить не только музыкальной композицией, вокальными данными, но и костюмами. Лично я за конкурсом активно слежу и даже в прошлом году делала обзор на самые интересные, по моему мнению, клипы победительницы Евровидения 2018 Неты Барзилай и подопечных Филиппа Киркорова из Молдовы группы Доредос. Этот ролик интересно посмотреть стилистам, особенно тем, кто работает на фото- и видеопроектах. Просматривая клипы, которые участники подготовили для Евровидения 2019, я была поражена, сколько в этом году реально классных, стильных, модных и актуальных клипов и особенно нарядов в них. Поэтому нам сегодня с вами есть что обсудить. Предлагаю вам разобрать сегодня самые стильные музыкальные клипы, которые участники Евровидения представили в этом году на конкурс. Ну и давайте, наконец, приступим к разбору. Кейт Миллер, Австралия. Речь песни австралийской исполнительницы идет о нулевой гравитации, невесомости. Акцент сделан на фразе «меня ничего не держит». Очевидно, при создании костюма для выступления костюмеры хотели представить образ космической дивы. А учитывая оперные мотивы, ассоциация рождается вполне конкретная. Плава лагуна из фильма «Пятый элемент». Вероятно, такая высокая юбка еще и должна прикрыть шест, на котором танцует акробат, словно дементор, как выразился Рамин с канала Ромузыка. Мне же платье напоминает прозрачную медузу, которая плывет по просторам космического океана. Хотя корона в виде острых игл богато расшитой лентами из сутажем лифплатья и длинные рукава ассоциируется еще с одним известным образом – снежной королевой. Конан Осирис, Португалия. Одним из самых необычных персонажей на Евровидении 2019 станет португальский певец Конан Осирис, который взял себе псевдоним в честь древнеегипетского бога загробного мира Осириса и персонажа японского аниме «Фьючи бой Конан» Конана. Артист любит эпатировать публику странными нарядами, интерпретационными танцами, миксом этнических мотивов в сочетании с современными текстами ироничного содержания. Например, в одной из своих песен он поет процеллюлит. На выступлении в отборочном туре в Португалии с песней «Мобильные телефоны» Конан Осирис выбрал белые костюмы с фактурой в виде перьев. На самом исполнителе – длинное платье с поясом, на танцоре – накидка с шелковой бахромой и широкие штаны из перьев. Оба комплекта дополнены кроссовками. Мало сказать, что решение интересное. Лично я в полном восторге. Оба мужчин лично мне ассоциируются с сюрреалистичными белыми лебедями, а также я вижу отголоски индейских костюмов из перьев, в которых, вероятно, танцевали на церемониях в честь богов. Такие костюмы я, например, видела в питерской кунсткамере. Вопросы вызывает выбор украшений. Они достаточно сюрреалистичны. Например, накладка на лице у Осириса лично мне напоминает накладную бороду в духе фараонов древнего Египта. А конструкция на руках похожа ни то на когти росомахи из Люди Икс, не то на острые ножи Фредди Крюгера. Что имел в виду артист, осталось загадкой. Ну, от сценических выступлений давайте уже перейдем к фэшн-клипам, которые потрясли меня своим визуалом, своим исполнением. Я думаю, они вам тоже понравятся. Микела Мальта. Лирик видео, то есть клип с синхронным отображением текста певицы из Мальты, напоминает скорее рекламу косметических средств. Например, лежащая ванна с цветами Микела словно хочет нам продать не то гель для тела, не то депилятор. Правда, в какой-то момент лично мне мелькающий по всему экрану текст начал надоедать. И мне просто хотелось посмотреть на красивые картинки. Клип решен в сочных весенних и даже тропических тонах с обилием цветочных мотивов, где смешались этнические орнаменты. Огромные цветочные короны, кимоно и платья, усыпанные цветами. Интересно, что песня называется «Хамелеон», и свойство этой ящерицы изменять окраску тела обыграно в двух эпизодах – с желтым цветочным платьем на аналогичном фоне и с женщиной, загримированной под цветок. Чингиз, Азербайджан. В этом году сразу два участника представили клипы с погружением в воду. Это Дункан Лоуренс из Нидерландов и Чингиз из Азербайджана. Кстати, насчет последнего я прочла, что он предпочитает мотивы фламенко и народные азербайджанские мотивы, поэтому в его конкурсную песню для Евровидения были добавлены такие этнические элементы. По сюжету клипа Чингиз падает в воду и попадает в морское царство, где его обнаруживает пара русалок – мужчина и женщина. Последняя, кажется, в конце влюбилась в утопающего. Необычные короны русалок и решение кадра лично мне напомнили работы фэшн-фотографа Юлдус Бахтиозиной, о которой я однажды делала ролик. Обязательно посмотрите, если не видели. Стилистику Юлдус Бахтиозиной мне напомнила пожилая женщина с серебристым париком и массивными серьгами. Интересно взглянуть и на мужчин-танцоров. Один из них, как мне показалось, страдает Витилиго. Об этом заболевании я также рассказывала в одном из своих роликов. Несколько лет назад люди с Витилиго громко заявили о себе в моделинге и сейчас являются желанными для различного рода фэшн-проектов. Второй танцор двигается в интересном костюме, который состоит из широких штанов а-ля шаровары цвета фуксия, а на его лице маска, инкрустированная переливающимися камнями и жемчужными бусинами. А самый стильный, по моему мнению, клип представила Греция в этом году. Клип исполнен в моей любимой цирковой стилистике. Катерины Дуско, Греция. Колористическое решение клипа мне однозначно напомнило розовый период Пабло Пикассо, когда художник рисовал цирковых акробатов и атлетов. Стилистика костюмов, макияж и прическа также ассоциируется с цирком начала 20 века. В 1920-30-е годы в моде как раз были волны и кудри, которые завивали с помощью горячих щипцов или появившейся в начале века химической завивкой. Лично мне сразу вспомнился фильм Уродцы 1932 года, где все женщины поголовно носят изящные локоны. Глядя на основной наряд Катерины, мне вспоминаются наездницы на лошадях, которые одевались в платье с пышными юбками, как героиня Фрида в упомянутом фильме Уродцы. Например, на картине 1889 года художник Атакар Вольтер изобразил девушку в похожем розовом наряде, которая готовится к выступлению на лошади. Подобный наряд можно увидеть и на героине работы Александра Бучкурия 1936 года. Многослойный фатиновый воротник является отсылкой к подобным же воротникам в костюме клоунов, и периодически на голове Катерины появляется фатиновая шляпка. Интересная деталь образа – жемчужные бусины, вклеенные между пальцев рук певицы. Жемчужные элементы неоднократно встречаются и в замысловатых головных уборах на массовке. Особенно впечатляет кадр с девушкой, поедающей виноград. Большая жемчужина заслоняет ее левый глаз. Повторяются формы шара и в виде мечей, которые держат в руках девушки. Одеты они преимущественно в капрон и трикотаж белых и нудовых расцветок. Обязательно пишите, какие костюмы понравились больше всего вам, какие клипы вам больше всего понравились. Следите ли вы за Евровидением или вообще не обращаете внимания на этот конкурс. И кстати, в следующем видео мы с вами разберем самые провокационные образы с BDSM тематикой. Их в этом году на Евровидении очень много. Ну а с вами была Наталья Ксенчак. Если вам понравилось это видео, буду очень благодарна, если вы поставите лайки, если подпишитесь на мой канал. Ну и всем пока, до новых встреч! Спонсор выпуска Grand Hotel AK – самый большой гостиничный комплекс в Нижнем Новгороде. Grand Hotel AK – это уютные номера категории 3-4 звезды, быстрое заселение, бесплатная парковка, детский сад, фитнес-клуб, спа-процедуры, ресторан, где подают меню от шефа Константина Ивлеева. А главное – отель расположен недалеко от центра города. Град отеля К – все для комфортного отдыха в Нижнем Новгороде. Ссылка на сайт отеля в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok